Здравствуйте, прекрасные леди церкви «Благая весть». Я так рада быть с вами. Меня зовут Дрэнда Кесси. Вместе с моим мужем Гэри мы являемся пасторами церкви «Свет Веры». Я очень люблю ваших пасторов. Я знаю их уже более 35 лет. Они оказали огромное влияние на нашу жизнь еще тогда в Талсе, в штате Оклахома, когда они приезжали и служили в церкви, которую мы посещали. Я просто влюблена в Денис Рейнер. Она очень страстный человек, и я тоже. Когда я увидела, как она поклоняется Богу, воздает Ему славу и просто изливает свое сердце у алтаря перед Его троном, я просто влюбилась в нее. С тех пор и по сей день я слушаю их учения. Пастор Рик, потрясающий учитель Божьего Слова, и также пастор Денис. И это огромная честь иметь возможность проповедовать вам сегодня и быть частью женской конференции. «Сделай мечту реальностью». Спасибо, что пригласили меня, я верю. Мы прекрасно проведем время, исследуя, что говорит Божье Слово о том, как быть сильными, смелыми женщинами в наше время. Расскажу немного о себе. Когда-то я была феминисткой, я не знала Господа. Будучи ребенком, я помолилась на одном из семинаров для детей, который проводился в церкви. Но позже в школе и особенно в старших классах я отошла от Божьих принципов, я полностью посвятила себя достижению своих амбиций. Я была участницей феминистского движения, я не собиралась выходить замуж и иметь детей. Бог совершенно не входил в мои планы. В мои планы не входило то, что Бог хотел делать в моей жизни. Но мои планы не осуществились. Я была опустошена. У меня были суицидальные наклонности. Я думала, если в этом и заключается смысл жизни, если это все, что меня ждет, я не хочу этого, я не хочу жить дальше. Ко мне приходили мысли о том, чтобы покончить с собой. Может быть, сегодня вы проходите что-то подобное. Вы слышите голоса, которые угнетают вас. Вы чувствуете себя недостойными, думаете, что ваша жизнь ничего не стоит. И нет смысла продолжать все это. И я здесь, чтобы сказать вам, когда я оказалась на краю жизни, там был Бог. Бог пришел могущественным образом, и я родилась свыше в Божье Царство. Он полностью изменил мою жизнь и мое мышление. Я встретила моего мужа Гэри в университете Орелла Робертса. Мы поженились. У нас пятеро взрослых детей и десять внуков. Моя семья – одна из самых больших радостей в моей жизни. Я верю, что враг пытается атаковать женщину. Он ведет охоту на то, что женщина приносит в этот мир, на то, какой вклад она может сделать. Враг пытается навязать ей свое понимание того, что значит быть сильной, вместо Божьего определения сильной женщины. Он знает, если он сможет заставить нас отказаться от того, кем мы являемся, и что мы имеем, он сможет помешать нам сделать то, к чему мы призваны. Он заставит нас отказаться от семейного счастья, отчасти иметь детей, чтобы мы прожили жизнь полную неудачь и не исполнили своего призвания. У Бога есть предназначение для вас. Когда враг пришел к женщине в Эдемском саду, он начал обвинять ее. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Она осознавала свою ценность, свой статус. Она уже пережила любовь и принятие. Он пытался украсть у нее то, что у нее было, обманывая ее и вводя в заблуждение относительно того, что Бог уже дал ей. У этой женщины было все. А теперь вспомните женщину у колодца в Самарии. Иисус пришел и начал говорить с этой женщиной. Он расспрашивал ее о ее жизни. Он попросил у нее воды, и она была шокирована, что этот человек общается с ней. Так много всего выступало не в ее пользу. Она была женщиной. В том обществе и в той культуре мужчина не мог говорить с ней. И также она была самарянкой. Иудеи презирали самарян. Она не представляла никакой ценности в глазах иудеев. И вот человек, иудей, обращается к женщине-самарянке. В тот день Иисус решил почтить ее, поднять ее ценность через общение с ней. Он говорит ей, что у него есть для нее вода, после которой она не будет жаждать вовек. Она хочет узнать об этой воде. И Иисус говорит ей, «Приведи своего мужа, и тогда мы поговорим об этом». И она отвечает, «У меня нет мужа». И тогда он начинает пророчески говорить в ее жизни. Он говорит, «Я знаю, что у тебя нет мужа. У тебя их было пять. И мужчина, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе». Он открыл, он показал ей неправильные решения, которые она принимала в своей жизни. И затем он сказал ей, что он хочет сделать для нее. Он дал ей победу над ее прошлым. Он не только показал ей ее ценность, заговорив с ней. Он также дал ей победу над ее прошлым. И после этого она пошла в город и начала говорить всем, «Придите и посмотрите на того человека. Он сказал мне обо всем, что я сделала». Он дал ей видение для ее жизни. Она начала проповедовать Евангелие людям. Они пришли и услышали Иисуса. И когда они услышали Иисуса, они тоже приняли слова, которыми он делился. Она стала евангелистом в своем городе. Тот же самый Иисус обращается к женщинам и сегодня. Он хочет говорить в ваше сердце. Он хочет показать вам ценность вашей жизни, сказать вам, что вы любимы, что вы приняты и прощены. И он также хочет дать вам победу над вашим прошлым, отвести ваш взгляд от прошлого, чтобы вы перестали думать о совершенных когда-то ошибках и начали думать о Божьем видении на ваше будущее. У него есть видение для вас, у него есть победа для вас, его победа в вашем сердце. Вы можете принять Иисуса и начать возрастать в Божьем Слове, иметь Его мысли, говорить Его слова, поступать по Его Слову, и Он полностью восстановит вашу жизнь, как восстановил мою, и как Он восстанавливает жизнь каждого, кто обращается к Нему. Бог подарил мне удивительное приключение с Ним, и я так благодарна Ему за это приключение. Он тот, кто дал мне видение, Он тот, кто показал мне мою ценность, Он дал мне победу над грехом и над моим прошлым, дал мне чудесную семью. Я люблю моего мужа, и я так благодарна, что могу быть женой, мамой, бабушкой. Я благодарна за все удивительные вещи, которые Бог сделал в нашей жизни. Он дал нам не только прекрасную семью, но и бизнес. Он дал нам бизнес. Мы учим людей о финансовой свободе, о жизни без долгов. Мы говорим людям о целях Божьего Царства, о желаниях Бога, относительно их веры, их семьи и финансов. Мы проходим этот путь вместе, будучи в браке уже 38 лет, и пошел 39-й год. Мы видим, как растут наши внуки. Все наши дети служат Иисусу, и это самая большая радость. Это прекрасное приключение, и я так благодарна Иисусу. Я так благодарна за Божье Слово, которая обновила мой разум, научила меня мыслить по-новому. Мыслить не так, как я мыслила когда-то, не смотреть на себя глазами этого мира. Этот мир сходит с ума, и пасторик написал замечательную книгу об этом. Пастор Денис пишет книги о сильных женщинах, о том, какими они могут быть, и что могут делать, о том, как быть принцессами и иметь жизнь, которую Бог приготовил для нас, иметь брак и семью, которые Бог предназначил для нас. Ваши пасторы, потрясающие наставники. Это огромный дар иметь пасторов, которые учат бескомпромиссному Божьему Слову, потому что это Божье Слово, которое проникает, которое разделяет беспорядочную мирскую систему и Божьи пути, отделяет душевное от духовного, и нам нужно знать это. Мы должны знать это. Это Слово, которое помогает нам устоять. Я просто хотела немного рассказать вам о нас. Но мы говорим о том, что значит быть твёрдой и мужественной. Слово «мужество» обозначает умственные или моральные силы проявлять настойчивость, отважиться на что-то, противостав опасности, страху и трудностям. Это качество, присущее Духу. Мужество идёт из сердца. Корень этого слова в английском языке значит «сердце». Именно сердце является источником всего. Библия говорит нам больше всего хранимого хранить своё сердце, потому что из Него – источники жизни. Смелость берёт начало в сердце. Нужно кормить свой дух правильным словом, чтобы иметь смелость идти вперёд и быть послушными Богу. Это так важно в наше время. Богу нужны женщины, которые поднимутся и будут сильными не в том, что культура и этот мир диктуют нам, но будут сильными в Господе, облекутся во всеоружие Божье и вступят в сегодняшнюю битву, чтобы завоевать эту землю. И как Иисус показал ценность женщины у колодца, Он также ценит вас. У вас есть цель, у вас есть предназначение, но есть враг. Мы посреди сражения. Это культурная битва. Это духовная битва. Это битва за души людей, битва за вашу семью, за ваш брак. Нам нужно вникать в Божье Слово. Нам нужно облечься во всеоружие Божье, чтобы угасить стрелы врага, эти горящие стрелы, которые направлены против вашей позиции во Христе, вашего брака, ваших детей. Если вы не знаете, как вести это сражение, то враг воспользуется этим и придет, чтобы украсть, убить и погубить. За много лет я научилась вести эту духовную битву, и я учу других женщин утверждаться в понимании, кто они во Христе, брать оружие и вступать в эту битву. Мы с мужем вместе уже 38 лет, и за это время я узнала очень много, особенно о том, что касается феминистского движения. Интересно, как враг называет что-то тем, чем на самом деле это не является. Он назвал это феминистским движением, но в действительности они отвергают все, что свойственно женщинам. Они отвергают женскую природу. Мирская система не признает того, кем мы являемся, как женщины. Нас постоянно сбивают с толку, навязывая, что нет разницы между мужчиной и женщиной. И все это ложь дьявола, которую он пытается разрушить Божьи предназначения для вашей жизни. Бог сотворил мужчину и женщину. Он сотворил нас. Он выбрал для вас половую принадлежность. Он определил ваше будущее и ваше предназначение. Когда мы подчиняемся Богу, мы можем принять силу жить той жизнью, которую он предназначил для нас. Вот почему я хочу, чтобы вы сделали это сегодня. Я верю, что эта конференция поможет нам в этом. Я хочу рассказать вам немного о нашей семейной жизни. Когда мы только поженились, я была очень упрямой, и мой муж тоже был достаточно упрямым. Он был холостяком 28 лет. И тут появилась я, умная, самодостаточная женщина, недавно родившаяся свыше, наполненная Святым Духом. Я верила, что смогу изменить его, а он думал, что сможет изменить меня. Мы учились взаимодействовать друг с другом. Поначалу это был просто фейерверк. Мы притирались, иногда совершали ошибки. Мы думали, Бог, где ты? Почему ты не разберешься с моим мужем? Почему ты не разберешься с моей женой? Но истина в том, что Богу нужно было поработать с каждым из нас. В нашей жизни было то, с чем нам нужно было разобраться, скорректировать. нам нужно было убрать из своей жизни то, что препятствовало Божьей воле. Желание моего сердца и моя молитва было о том, чтобы подчиниться Богу, подчиниться Его воле, подчиниться мужу, чтобы вместе мы шли по жизни, которая является величайшим даром от Бога, чтобы мы завоевали эту землю для Божьего Царства и могли показать миру, каким прекрасным может быть брак, какой прекрасной может быть семья, какими могут быть дети, воспитанные в Божьем Слове, чтобы мы могли распространить это в обществе, в церквях, в нашей стране и по всему миру. И Бог делает это. Мы с мужем любим кататься на двухместном велосипеде, и я хочу рассказать вам об этом, потому что поездка на таком велосипеде похожа на нашу жизнь. Когда мы хотим покататься, мы берем двухместный велосипед, на котором могут ехать сразу два человека. Муж садится впереди, а я сажусь за ним. Это очень удобно, потому что так я могу говорить, а он слушать. Он принимает решение, куда повернуть, куда поехать, но я направляю его. В нашей жизни я как навигатор. Нам нужно повернуть сюда, нам нужно поехать туда. Это не самая его сильная сторона, поэтому я определяю направление. Но он силен в других вещах, и вместе мы команда. Несколько лет назад мой муж сказал, «Я хочу принять участие в велопробеге на 100 миль». Такой велопробег проходит за один день, это такая благотворительная акция, и вам нужно проехать сразу 100 миль. Я знала, что подобные мероприятия проводятся в Саут-Лейк-Тахо, в Калифорнии. Но я никогда до этого не была там, и совершенно не понимала, что он нас ждет. Я сказала мужу, «Гэри, я считала, что это самая красивая велотрасса в Америке. Давай поедем туда, это будет чудесно». Признаюсь, что в своем женском уме я представляла, что это будет так романтично, так чудесно. Мы замечательно проведем время. Я представляла себе озеро, а вокруг него ровную дорогу, по которой мы едем на велосипеде с корзинкой для пикника. Мы сможем останавливаться каждые 20 миль. Мы не были готовы проехать сразу 100 миль. Мы могли проехать на велосипеде только 20 миль. И я подумала, «Ну хорошо, пять раз по 20 миль, и мы проедем всю дистанцию. Если мы будем останавливаться, чтобы поесть и отдохнуть, то мы сможем это сделать». Я просчитала все это в своей голове, и я была готова ехать. Я подумала, «Прекрасно, мы сможем это сделать». Мы подали заявку, и предполагалось, что у нас будут тренировки. Но было очень холодно, шел снег, приближалась весна, а мы все откладывали и не делали то, что должны были. Мы так легко подаемся этому. У нас была огромная мечта, которую мы хотели исполнить. Порой мы хотим сделать что-то великое, но так легко просто говорить об этом, подписаться на христианскую веру, подать заявку в Божье Царство. Но в действительности так и не сесть на велосипед и не поехать. Итак, мы подали заявку, но не тренировались. Но нам нужно тренироваться. Духовная война реальна. И нам нужно тренировать себя в Божьем Слове. Нам нужно упражнять свою веру, расти и учиться завоевывать земли. И наступил день велопробега. Мы купили новый велосипед. Мы никогда не ездили на таком, но он был быстрее и легче. Мы ездили на велосипеде потяжелее, и это было хорошо, потому что мы тренировались не слишком усердно. Мы всегда проезжали не более 20 миль и совершенно не представляли, что такое проехать 100 миль за один день. Мы погрузились в автофургон, положив в него велосипед, с нами поехала наша дочь, наш сын, одна из наших внучек и собака. И все вместе мы отправились в этом автофургоне из Огайо, в самый центр Соединенных Штатов, в Калифорнию. И вот мы приезжаем в Саут-Лейк-Таха. И когда я увидела все эти невероятные горы вокруг, я подумала, «О, Боже, это совершенно не равнина, в центре которой расположено озеро. Это совершенно не то, что я нарисовала себе в разуме. Вы когда-нибудь представляли себе ваш путь с Господом?» Нам всегда кажется, что это будет так просто. Мы приходим в Божье Царство и думаем, «Бог все сделает Сам, а мы будем просто сидеть на диване и пить лимонад». Но вдруг мы оказываемся на войне, и нам нужно быть сильными, нам нужно изучать Божье Слово и сражаться. Это произошло со мной. Это было совсем не то, что я представляла. Вокруг меня были горы. Это было испытание, которого я не ожидала. Вечером накануне велопробега я стояла в очереди, и рядом со мной стоял настоящий атлет. У него были сильные мускулы, такой настоящий велосипедист. Он спросил, «Вы поедете на стой миль или по укороченной дистанции?» Я ответила, «Мы поедем на стой миль». Он спросил, «Как долго вы тренировались?» Он давал мне понять, что я не совсем в форме, и он был прав. Я ответила, что мы тренировались совсем недолго. И он начал объяснять мне, почему нам не стоит этого делать. На вашем пути с Богом всегда будут люди, которые будут заговорить вам, «Ты не сможешь, у тебя не получится». Но вам нужно твердо стоять на Божьем Слове и быть сильными посреди всех невзгод. Когда люди говорят вам, что Божье Слово не работает, что вы не сможете сделать то, что Бог сказал вам, что-то внутри вас должно подняться. Простояв 30 минут в очереди, я сказала, «Мы проедем 100 миль». Я подошла, чтобы зарегистрироваться и подать все необходимые документы. Девушка спросила меня, «Вы поедете на дистанцию в 100 миль или по укороченному маршруту?» Я сказала, «Мы поедем на 100 миль». Я посмотрела на того мужчину и сказала, «Этим вечером я провозглашаю верой. Я сильная». Мы должны иметь сильную веру. Мы должны быть готовы противостоять ситуациям, которые говорят нам, «Ты не сможешь». Мы должны отвечать, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Наша сила приходит от Иисуса. И Иисус – ответ, «И Его Слово – наша сила». Даже когда все выглядит иначе. На следующий день мы с мужем проснулись в 6 утра, было холодно. Мы сели на велосипед. Сначала дорога была ровной, а затем начались холмы. Мы ехали по этим холмам. Становилось все труднее и труднее. Дорога стала извилистой, вокруг нас были горы. Но мы приняли решение, что едем на длинную дистанцию. И я сказала мужу, «Эй, я подержу тебя, я твоя жена. У нас все получится. Мы сможем проехать эти 100 миль. Мы сделаем это». У меня с собой был телефон, и пока мы ехали, я общалась с нашей церковью. Я рассказывала им, как у нас дела, и как все проходит, потому что это было воскресенье. В нашей церкви было богослужение, и я проповедовала им с велопробега. И вы понимаете, что пока я говорила, я не могла крутить педали в полную силу. Я была словно на велопрогулке. Иногда мы делаем то же самое в своей вере. Мы словно на велопрогулке. Мы сидим на заднем сидении, пьем лимонад и думаем, «Ой, это так просто, я могу сделать это». Мой муж тянул нас всю дорогу. Это стоило ему больших усилий. И когда мы подъезжали к очень крутому подъему, нам нужно было принимать решение, что мы продолжаем наш путь и подниматься на этот холм. Это было трудно. Нам нужно было прилагать больше усилий, чтобы ехать быстрее, и мы продолжали наш путь. И чем дальше, тем становилось все труднее. Это как в начале семейной жизни, когда во время медового месяца вы думаете, «Все будет так прекрасно и романтично», но потом приходят трудности. Появляются дети, приходит давление, копятся счета, и вы не понимаете, как с этим справиться. Так легко почувствовать себя одинокими в этом жизненном путешествии, словно вы идете не туда, куда должны идти. Порой кажется, что это слишком сложно. «Бог, я больше не могу крутить педали, я не могу продолжать делать это». Когда мы остановились, чтобы перекусить, мой муж почувствовал себя нехорошо, и он сказал, «Я уже не уверен». Я ответила, «О, нет, мы сможем это сделать». Я предложила ему поесть, и я не знаю, как ваш муж, но мой муж не ест ничего вредного, поэтому он поел совсем немного, и я понимала, что это проблема. Я подумала, «Бог, у нас недостаточно веры, и все выглядит не очень хорошо». И я отправилась в кабину биотуалета. Я пошла туда, потому что дома я обычно молилась в уборной. Много лет назад мы жили в фермерском доме, он был очень старым. Часто к нам в подвал забирались животные, еноты, крысы. Там были очень плохие условия, но там я научилась быть сильной. Я научилась доверять Богу, так как я выхожу из зоны комфорта. Я научилась стоять в вере за финансы, верить о том, что мы построим собственный бизнес, что у нас будет крепкая семья. Там я узнала, как это работает. И в тот момент я поняла, что мне нужен туалет. В том фермерском доме единственным местом, где я могла молиться, была уборная. У нас было много детей, они постоянно бегали туда-сюда. И это было единственное место, где я могла побыть наедине с Богом. И там была табличка со словами, «Прими решение радоваться». Когда я смотрела на эти слова, изливалась Божья благодать. И я начала искать туалет. Мы нашли его, и я зашла внутрь, закрыла дверь и начала молиться. «Бог, Ты поможешь нам! Ты поможешь нам!» И когда я молюсь, я всегда двигаюсь. Я постоянно хожу, я так привыкла. И в этом биотуалете было очень мало места. Я переступала с ноги на ногу, и кабина ходила ходуном. А я продолжала говорить, «Бог, Ты должен помочь мне! Бог, я не знаю, как мы сможем сделать, это». Я начала цитировать места Писания. «Все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Я верю, что помазание изливается на меня. Дай мне помазание, чтобы я могла помочь своему мужу». Я сожалею, что не помогала ему, и ехала словно на прогулке, и не выкладывалась на сто процентов. «Бог, если Ты дашь мне помазание, я обещаю работать на сто процентов. Я сделаю все, что зависит от меня». Я говорила все это вслух, я громко молилась, и кабина раскачивалась из стороны в сторону. И когда я открыла дверь, вокруг собралась толпа людей. Они стояли и ждали, кто же выйдет из этого туалета, кто же там так громко что-то говорил и взывал. И вот я стою перед ними в полной тишине, их глаза устремлены на меня. И один мужчина сказал, «Мэм, может быть, вам что-то нужно?» Я сказала, «То, что мне нужно, вы мне дать не можете». Бывают моменты в нашей жизни, когда мы действительно в чем-то нуждаемся, но этот мир ничего не может нам дать. Наша сила приходит от Господа. Это Его сила, Его могущество, это Его помазание. Позвольте Ему укрепить вас изнутри, чтобы вы смогли пойти и сделать то, к чему Он призвал вас. Пойти и завладеть землей, пройти тот путь, который Бог приготовил для нас. Я сказала моему мужу, «Давай поедем дальше». И с этого момента я чувствовала силу внутри меня. Все изменилось. Я была уже не просто на прогулке, я чувствовала на себе Божье помазание. Мой муж сел на велосипед и мы продолжили наш путь. И я старалась изо всех сил. Но что-то было не так. Мой муж потерял много сил и энергии, и он по-прежнему чувствовал, что не может ехать дальше. Мы проехали уже 83 мили. Конец нашего заезда был так близок. 83 мили. Я так хотела, чтобы мы ехали дальше. И сказала, «Бог, помоги нам». Мы остановились на 83 мили. Гэри спешился и просто лег на землю у дороги. Он не мог ехать дальше. Он потерял много соли, его лицо было бледным, он сидел у дороги. А я все не могла остановиться. Помазание, которое сошло на меня в той туалетной кабине, по-прежнему было на мне. И я продолжала двигаться. Я ходила вдоль дороги и говорила ему, «Гэри, дорогой, ты уверен?» И когда вы в браке, вы уже понимаете друг друга без слов. Вы можете просто смотреть в глаза друг другу, и ваши глаза скажут все. И в его глазах я прочитала, «Дренда, я не знаю, сможем ли мы сделать это». И я сказала, «Хорошо, Бог». Я продолжала ходить и молиться, «Бог, помоги нам, покажи, что нам делать. Я не знаю, как мы сможем сделать это. Я не хочу, чтобы у моего мужа случился сердечный приступ. Я не хочу давить на него, но это его мечта. Он так хотел сделать это. А я так хочу помочь ему исполнить эту мечту. Я хочу помочь ему дойти до конца. Я хочу исполнить то, к чему мы призваны. Я хочу, чтобы мы прошли свой путь до конца в силе. Может быть, сейчас вы находитесь в такой ситуации и думаете, «У меня больше нет сил. Я больше не могу идти. Я не знаю, как справиться с этой ситуацией. Я прохожу то одно, то другое». Может быть, вы оглядываетесь на свое прошлое, на ситуации, которые ранили вас. Когда мы едем на велосипеде, иногда мой муж отпускает педали, а я продолжаю их крутить и внезапно испытываю толчок вперед, потому что я продолжаю крутить педали, а он не взаимодействует со мной. Иногда мы испытываем разочарование в семье. Мы говорим, «Ну почему ты не взаимодействуешь со мной? Я хочу знать наше видение. Поговори со мной». Мы испытываем разочарование в бизнесе, в браке, в воспитании детей, но мы не сходим с пути, мы не останавливаемся. Сильная женщина не сворачивает с пути. Сильная женщина не сдается. Сильная женщина возлагает надежду на Бога, взирает на Бога, молится, когда что-то кажется невозможным. Она возвращается на дорогу и снова садится на велосипед. И когда муж сидит у дороги, и ему трудно. Библия говорит, что двоим лучше, нежели одному, ибо если упадет один, то другой поднимет его. И она может ободрить его. Она может поднять его. Она может сказать слова молитвы и ободрения. Она может помочь ему. Она может сделать свою часть. И вместе мы можем сделать то, чего никогда не сделаем поодиночке. Но женщина может придираться к своему мужу, унижать его, критиковать. И вместо того, чтобы стать источником ободрения, она становится источной трубой в своей семье. Это наш выбор. Быть послушными Божьему Слову, быть мудрыми, сильными женщинами. И мы снова сели на велосипед. Мой муж выглядел неважно. Я посмотрела на него и сказала, «Дорогой, я сделаю это. Я покачу велосипед сама». Мы, женщины, порой не знаем, как вести себя в таких ситуациях. Что сказать своему мужу, чтобы вдохновить его? Что сделала я, когда я смотрела на него, лежащего у дороги? Мне было сложно. Я молилась в духе, продолжая ходить. И я сказала, «Дорогой, я возьму велосипед и пойду дальше в гору. Когда захочешь, можешь присоединиться ко мне». И знаете, что произошло? Что-то поднялось внутри него. Пока я ходила рядом, к нему подошла какая-то женщина и сказала, «Кажется, вы потеряли много соли». И это она дала ему немного рассола. Он начал пить, и на его лице начал появляться румянец. И это принесло мне ободрение. Я подумала, «Бог ответил на нашу молитву, мы сможем это сделать». Я вернулась к велосипеду, взяла его за руль и начала подниматься в гору. И мой муж, слава Богу, он поднялся. Он поднялся с земли и сказал, «Если мы хотим поднять этот велосипед в гору, то мы должны сесть на него». Он сел на велосипед, и мы начали крутить педали и подниматься в гору. И на этот раз мы работали вместе. Я могла положиться на него, а он мог положиться на меня. Мы начали работать в команде. Мы начали работать как муж и жена. И очень важно работать в команде со своим супругом, но еще важнее — работать в команде с Богом и Его Словом. И если муж и жена будут делать это, Библия говорит, что нитка втрое скрученная не скоро порвется. И мы поднимались в гору. Мы ехали немного медленнее, но мы продолжали ехать вперед. Я хвалила своего мужа, я прославляла Бога, и я хвалила своего мужа. Я говорила, «Дорогой, ты настоящий муж Божий, ты такой сильный, ты такой мужественный, ты настоящий атлет, тебе все по плечу». Я продолжала хвалить его, и мы продолжали трудиться вместе. Я его тыл, он идет вперед, а я иду вместе с ним. Я должна иметь правильное отношение. По дороге, когда мы останавливались на перерыв, я видела мужчин, они тоже останавливались, чтобы попить воды и принять специальные добавки для мышц. И некоторые из них говорили, «Я бы хотел, чтобы моя жена была со мной. Мы никогда ничего не делаем вместе. Я хочу вдохновить вас, если вы замужем, делайте что-то вместе со своим мужем. Будьте командой. Вам нужно работать в команде». Мы работали вместе и поднимались в гору. И я продолжала говорить, «Дорогой, еще немного, еще совсем немного». Мы начали подъем на 83 мили и поднялись еще на 9 миль. И это казалось невозможным. Но Божий Дух был на нас. Мы работали в команде. Я ободряла его. Мы работали как команда. Мы поднимались все выше и выше. И я говорила, «Когда мы поднимемся на эту вершину и начнем спускаться по другой стороне, это будет невероятно, это будет потрясающе. Это будет наша победа». Вам нужно держать свой фокус на видении. Вам нужно достичь его. Вам нужно сесть на велосипед и отправиться в путь. И не сходить с дистанции, даже когда будет трудно, когда будет очень тяжело. Продолжайте двигаться вперед. Мы продолжали крутить педали. Мы прилагали усилия. Мы ехали вперед. И, наконец, мы добрались до вершины холма. А потом мы поехали вниз по другой стороне. Мы ехали так быстро, что я даже не смогла смотреть по сторонам. Мы были очень высоко в горах. И если я смотрела в сторону, все, что я могла видеть, это сотни футов вниз до озера. И я не могла на это смотреть. Я начала молиться в духе сильнее, чем за все это время. Я закрыла глаза и благодарила Бога. И мы ехали очень быстро. Вниз. Мы проезжали мимо людей, которые говорили нам, «Вряд ли у вас это получится. Вам нужно вернуться назад». Но я говорила, «Нет, мы не сдадимся, не остановимся». Мы проделали такой путь. И когда двое едут на одном велосипеде, подъем дается труднее. Но мы смогли. Мы ехали быстро. И проехали весь путь до финишной черты. У финишной черты я увидела нашу дочь. Я увидела нашу внучку. Они ждали. Они смотрели на нас и ждали нас. Так и в нашей жизни. Вы оставляете наследие. Ваша семья смотрит на вас. Ваши соседи, ваши дети. Мир следит за вами. Завершите ли вы свой путь? Сделаете ли вы то, к чему Бог призвал вас? Мы приближались к финишной черте. Я увидела своих детей, свою семью. Я спрыгнула с велосипеда, побежала к ним и обняла их. Я была так рада, что мы справились. Я была так рада. Я обнимала их. И тут моя дочь сказала мне, «Мама, финишная черта вон там». Я чуть не пропустила финишную черту. Я чуть не упустила возможность закончить так, как нужно. Я прыгнула на велосипед, и мы проехали еще 10 футов вперед. И мы пересекли финишную черту. Мы сделали то, что должны были сделать. Это была такая радость. Мы с мужем обнялись, и во время этого объятия наши сердца бились в унисон. Он плакал и хвалил меня. Я плакала и хвалила его. Мне трудно описать всю радость, которую мы испытывали, потому что та поездка на велосипеде была словно семейная жизнь в крепком браке. Проблемы, трудности, ситуации, которые нужно было преодолеть. Но вместе, работая в единстве, мы пересекли финишную черту. Вы знаете, мы смогли построить крепкую семью и хороший бизнес, потому что мы шли Божьим путем. Вам нужно вступить на Божий путь. Если вы хотите прийти туда, куда Бог сказал вам идти, вам нужно пройти этот путь вместе с Ним. Вам придется пройти какие-то трудности в единстве со своим супругом. Будут горы, на которые вам придется взбираться, преодолевать какие-то вещи. И вам нужно держать свой фокус, даже когда все идет хорошо, когда вы едете вниз с горы и движетесь очень быстро, и у вас все получается. Зачастую именно тогда люди сходят с дистанции. Мы не должны позволить нашему успеху увести нас с пути. Ни проблемы, ни успех не должны помешать вам добраться до финиша. Мы не должны останавливаться, пока не увидим Господа, пока не пройдем свой путь до конца. Павел сказал, «Я не отступлю, но, забывая заднее, простираюсь вперед к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе». Как мы можем сделать это? Мы должны стоять на том, что говорит Бог. Мы должны держать этот фокус в своем сердце. Не позвольте своему сердцу оставить Божье Слово и последовать за этим миром. Не позвольте своему сердцу разочароваться, прийти в уныние и начать верить в неправильные вещи. Мы должны фокусировать свой взгляд на том, что правильно, на том, что говорит Бог и Его Слово. Иногда мы сами вредим своему успеху, своим финансам, бизнесу, взаимоотношениям, когда мы смотрим на неправильные вещи. Мы должны быть мужественными. Смелость и мужество идут рука об руку. Библия говорит, «Будь смел, будь смел, как лев, и не страшись пред лицом опасности, но будь смел и мужествен». Какое-то время назад я хотела, чтобы мой муж вышел на телевидение, и мне хотелось поддержать его. Но я совершенно не видела себя проповедующей на телевидении. Это не было моей мечтой. Но однажды мой муж пришел ко мне и сказал, «Дренда, Бог сказал мне, что для тебя настало время служить. Ты вырастила детей, ты прекрасная жена и мать, и настало время рассказать другим женщинам, как это сделать. Тебе нужно показать им пример и начать говорить в их жизни». Я сказала, «Хорошо, возможно, ты прав». И я отправилась на конференцию служителей, проповедующих на телевидении. Я встретилась там с некоторыми людьми, представителями телекомпаний, и я рассказала одному из них о своем видении. Это была крупная светская телесеть, и я никогда не выступала на телевидении. Мы просто поговорили, я рассказала о своих идеях. Я зашла в лифт после встречи с ними и сказала своей дочери, Эйне, «Я должна быть на одном из этих каналов, я хочу этого». И вот открываются двери лифта, и там стоят представители телеканала. Я открыла свои уста и прямо из своего сердца сказала, «Я хочу быть на вашем канале». И они ответили, «Мы будем рады видеть вас». Они подписали со мной контракт, и я получила возможность в течение девяти лет на светском канале проповедовать и учить женщин-феминисток, которые жили так, как жила когда-то я. Этот телеканал достигал молодых женщин, чьи сердца были ранены. Что вы думаете? Что вы говорите сегодня? Когда я увидела тех представителей, я подумала, что не смогу этого сделать. Но Бог, действующий в нас силу, делает несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Позволяете ли вы Божьему Слову работать в вас? Взываете ли вы к Иисусу, как к вашему спасителю? Прежде чем мы закончим, я хочу спросить вас, если вы никогда не принимали Иисуса, если вы никогда не посвящали свою жизнь Богу, у Него есть путь для вас. Он хочет дать вам видение для вашей жизни. Он хочет дать вам победу над прошлым. Вы драгоценны. У Бога есть предназначение для вас. Может быть, вы проходите трудности в своей жизни, у Бога есть ответ. Но первый шаг — это призвать имя Иисуса. Когда вы примете Иисуса как своего Господа и Спасителя, вы начнете свой путь с Богом, а затем вы начнете углубляться в Его Слово, и обетования Его Слова придут в вашу жизнь. Слово Божье — наш светильник. Оно показывает нам, как нужно жить. Традиции нашего прошлого, а наши прошлые ошибки могут удерживать нас от того лучшего, что Бог приготовил для нас. Мы не выбираем родителей. Мы не выбираем, каким будет наше воспитание и в какой стране нам родиться. Это определяет Бог. Но мы можем определить свое будущее, сделав выбор сегодня. Бог не несет ответственности за все плохое, что происходит в жизни людей. Люди делают свой выбор, и происходит что-то плохое. Но когда мы отпускаем эти вещи, Бог исцеляет наши сердца. Он может исцелить наше сердце, наши раны. Он может указать нам путь и дать видение для будущего, если мы обратим свою жизнь к Нему. Если вы никогда не принимали Иисуса как своего спасителя, я предлагаю вам помолиться молитвой покаяния, с которой все начинается, и принять свою жизнь как драгоценность от Бога. Скажите, Господь Иисус, я принимаю дар, который Ты дал мне через свою смерть, дар спасения. Я исповедую Тебя моим Господом и Спасителем. Спасибо, что Ты вывел меня из тьмы моего прошлого, из царства тьмы, и вел в царство Своего Сына. Я выбираю Твой путь. Я даю Тебе свою жизнь. Я обращаюсь к Тебе и прошу Тебя, дай мне силу Твоего Слова, чтобы пройти весь путь, который Ты приготовил для меня. Помоги мне в моем браке. Если вы еще не в браке, то в выборе будущего мужа и в призвании, которое Ты имеешь для меня. Помоги мне стать женщиной, которой Ты предназначил мне быть. Помоги мне быть сильной женщиной, смелой женщиной, быть твердой и мужественной. Дай мне все оружие Божье и научи меня сражаться и давать отпор врагу, который пытается помешать тому призванию, которое Ты имеешь для меня, Бог. Благодарю Тебя, что я все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Ты моя сила, Бог. Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Слава Богу! Спасибо, что были со мной. Я жду нашей следующей встречи, и я надеюсь однажды посетить Вашу прекрасную страну. У меня есть настольные книги, и там много удивительных вещей, которые я хочу увидеть, посетив Россию. Спасибо, что позволили мне говорить сегодня в Вашу жизнь. Я верю, что Бог действует в Ваших семьях, в Вашем браке. У Вас есть предназначение, Вы драгоценны, у Вас есть победы над прошлым, и у Бога есть видение на Ваше будущее. Вы получаете все это, когда принимаете Его, вникаете в Его Слово и вступаете на этот путь, или, как мы, садитесь на велосипед.